Добрый день! Информационная служба телерадокомпании Гомель протягивает свою работу в эфиры. У студии для вас працует Евген Побловец. Агрогородок Ляскович и Петриковского района рыхтуется до проведения четвертого фестиваля этнокультурных традиций Клиш-Полесе. Цель этого проведения призначена на 24 вересня. В агрогородку побывал Олег Синтеров. Идея проведения фестиваля этнографических традиций Клиш-Полесе належит администрации Национального парка Припятске. Инициатива знала в отгук, причем не только у органов УЛАДы. Если у денег первого фестиваля в 2010-м были около 6 тысяч человек, то в 2014-м у троя больше. К великим рахунку фестивалю в Лясковичах это не только свидетельство великой поваги до традиционной культуры белорусов, а и им мнение заховать спадщину Полесе во все ее некранутости и шматгранности. Впервые пройдет такой конкурс-фестиваль «Перезвон талантов». Наши маленькие юные ремесленники покажут свои, как говорится, изделия, также прикладное творчество будет. Ну, цель такая – сохранение народных промысел, традиций. У программу «Сеулитника фестиваля» у Воголя унесли значительные коррективы, как и попередние, и он застанется международным. Свой удел подтвердили уже коллективы из России, Украины, Польши и Молдовы. Але будя больше тематичным, у Год культуры больше уваги меркуется надать минавица популяризации традиций и культуры Полешуков. Будет предложена одна большая Полесская деревня. В этой Полесской деревне будет несколько названий улиц. И каждая улица будет носить какое-то определенное название, обряд, праздник. То есть, например, улица Кермашная, улица Спасская, Ледожинная, Хрэзьбинная, Весельная. Все эти подворья имеют свою концепцию. Сегодня у агрогородка Лясковича постоянно проживают около 800 человек. Почас фестивалю колькость у денег у перевысить колькость местного населения больше 20 разов. Организаторы до такой массовости готовы. Урежьте, одна задача фестивалю – развитие туризма. Але не утвоивают. Каб не было соромно, необходно провести значную подрихтовщую работу. На территории постоянно проводятся работы по благоустройству. Работаем с населением. Но в этот момент особенный мы должны с каждым встретиться. И принять такое решение, чтобы, как и любая хозяйка ждет гостей, мы должны навести порядок в каждом подворье. Наши люди к этому, я думаю, всегда готовы. Бодая самый неприемный сюрприз, организаторам фестиваля Клиш-Полесия принесла на дворья. Вельми притяглая спякота привела до того, что взрывы воды в Лязковском канале значно снизился, что поставило под погрозу идею об организации экскурсий на парусниках. У остальных неких проблем тут не бачить. Запрошения на свято на кированы, места для подборков вызначены. И навык начались некоторые работы по установке побудов. Четвертый международный фестиваль этнокультурных традиций Клиш-Полесия обещает быть текавым и познавальным. Таким чином, 24 вересня, агрогородок Лязкович снова станет центром полезской культуры. Чекается, что у деньгами свято будут не меньше 20 тысяч человек. В этот день старые бабынин куфры, которые уже привезены на территорию одного из будущих подворков, в речи откроют все свои тайны. Олег Синтеров, Евген Макеенко, телерадио компания Гомель, Петриковский район. Сегодня в Гомеле прошло посаджение Гомельского областного совета по працованных и социальных пытаниях. На разгледжение членов совета были вынесены выники реализации погоднения за первые 6 месяцев 2016 года. В состав совета выходят представники облаконкама, областного товариства наймальников и областного объединения профсоюзов. Проблемных пытаний немало, подкресливается в зале посаджения. И задача совета не обыходить в острые углы, а на дворот шукать максимальные резервы и шляхи поляпшения становища. Сирот проблемных тем, померы и своечасовая выплата заработной платы, пытания и захования потребований працованного законодавства, особенно подчас оптимизации колькости працующих, а так само количественности, связанные с полной реализацией коллективных домовленностей, помешанными мальниками и работниками. Трехбоковое погоднение, продуглеживая консолидацию намагания у всех удельников процесса. Чем больше тесно наладжено взаимодействие, тем больше поспехов в ворошении наболелых питаниях. Удалось сломать вот ту тенденцию увеличения количества работающих в неполном режиме рабочего времени. Эта цифра, если в прошлом году на этот период было порядка 131%, сегодня она порядка 94%. В целом я доволен в плане конструктивизма. Если говорить объективно, то, конечно же, в вопросах своевременности выплаты заработной платы, реальной заработной платы, соизмеряя ее с потребительской корзиной, конечно, многие вопросы требуют серьезной ответственной работы. Первый раз у первый класс. Первая вероясня с хваливанием чекают и сами будущие первоклассники и их батьки. Допомогу сборы школьных ранцев оказывают шматлики необъяковые люди. У их лику и депутаты Гомельского городского совета депутатов. Традиционные идеи потребуют администрации районов Гомеля, селета советского. Если сад номер 33 напереда не примал чеканных гостей. Подороже Украину веда, до уже не 11 годов, принесем множество открытий и новых сябров. Лежно по начатке любого шляха, заусюда немало переживаний и клопотом. Акцию «збери портфель первокласснику», депутаты городского совета проводят 7 год запор. Селета с поддержкой администрации советского района Гомеля было собрано 30 школьных ранцев. Вообще она проходит у нас в контексте большой депутатской деятельности под названием «Наши дети». Здесь необходима наша добрая инициатива, открытое сердце. Очень отрадно знать, что эта акция год от года ширится по количеству своих участников. Сегодня к ней очень активно привлечено внимание общественности, в ней участвуют властные структуры, общественные организации, рядовые граждане. И в этом мы видим свою роль депутатскую, потому что когда-то мы были в составе единичных людей, которые принимают в ней участие. Для депутатов городского совета сбор школьных портфелев для будущих первоклассников давно перестал быть разовой акцией. Это уже традиция, отмавляться от которой никто не сбирается. Дети из многодетных и приемных семей, а так само ребята, которые опынулись в тяжкой житевой ситуации, такая категория дошколят, яким с боку народных выбранников особливая увага. До слова, на их пропонову собрать сроки для наполнения портфелев усим необходимым для учебы отгукнулись и державные и громадские организации. Один из школьных ранцев отримал и Кирилл Моисеенко. На свято и он пришел разом с приемным батьком. Дома их чекают 10 братиков и сестричек. Мы рады, что нас не забывают, что нам помогают, что нас приглашают. Мы очень рады за эту помощь и поддержку. Это, конечно, хорошая материальная поддержка, то, что эти вещи мы можем использовать, когда пойдем в школу. И морально это очень большая для нас поддержка, потому что мы чувствуем, что нас помнят, нас не забывают, о нас заботятся. Наталья Игнатенко, Марина Северьянова, Валера Ихапанько, Тейлера, ДО Компания Гумель. Лето практически завершено, однако молодежные працованные отрады БРСМ не спешаются завершать свою деятельность. Многие из них будут працовать до кострышника. Для молодых эта машина снядренно заработать, набыть новые знакомства, а так само навыки, которые потребуются в дальнейшем житии. Как працует молодежь Жлобинского района и какие отрады корыстаются наибольшей популярностью, доведались наши корреспонденты. В Жлобинском районе селета были працы уладкованы около 700 человек. Как показывает практика, цикавость до такого виду деятельности с каждым годом сирот молодежи повышается. И тому формировать студентские отрады начинают за несколько месяцев. Еще с марта месяца, с конца марта мы начинаем формировать банк данных желающих трудоустроиться. Молодые люди приходят, заполняют у нас анкету желающего трудоустроиться, оставляют свои контактные данные, по которым мы в дальнейшем можем с ними связаться. Молодь працует в складе сервисных, экологичных, будавничных и сельско-господарчих отрадов. Дарыча, опошние з'являются самыми популярными. Один из таких сельско-господарчих отрадов разместился на территории Жлобинского державного профессийно-техничного колледжа. Працуются ребята на территории уникального годовальника лековых рослин. Закладенный он был больше за 20 годов тому педагогами Жлобинского державного профессийно-техничного колледжа с уместно звучонными Академией наук. Этот уникальный питомник был заложен в 1992 году. На нашем питомнике выращивается больше 100 лекарственных пряных трав. Весной, летом и осенью ухаживаем, выращиваем. Зимой мы также делаем из наших трав чай. Для работ, которые работают на территории годовальника, это не только можно заработать и доведаться, как правильно выращивать и выкористовывать лековые рослины. По выниках летнего працонного семестра для самых активных и метанакерованных предугледжены подарки и дипломы от районного комитета БРСМ. Дмитрий Котов, Олеся Рудянкова, Яуен Макеенко, Телерадио компания «Гомель», Жлобинский район. Лето в лепшей форме. Молодежная фитнес-пляцовка под такой назвой завершила свою працу на центральном пляже Гомеля. Мероприемство на протягу сего лета ладила администрация центрального района разом с лепшими фитнес-тренерами города. Фитнес-занятки проводили в рамках акции «Моей краине». На пляцовцы сбирались как молодые люди от 14 до 31 года, так и больше сталых взрослым. То есть уже давно занимался фитнесом, а лишь были и такие, для кого это упершенью. За весь час проведения акции в дело ее приняли около 200 человек. Всем, кому это интересно, здесь на пляже тоже обращают на это внимание, присоединяются к нам. Мы здоровый образ жизни, за активный отдых, за позитивное настроение летом. На этом выпуске завершенный. У студии працевал ягент Пабалавец. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...